Осенний призыв в текущем году проходит в плановом режиме и без сбоев. Уже 367 будущих солдат со всей Курганской области готовы вступить в ряды вооруженных сил российской армии. За день до отправки часть призывников встретились с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Встретиться с новобранцами пожелали и ветераны группы войск Германии, крупнейшего в мире оперативно-стратегического объединения вооруженных сил за рубежом. Было принято решение провести такое мероприятие, то есть ребятам давать напутственное слово, от людей служивших, от людей воевавших, чтобы они с честью и гордостью несли тот запал энергии, который им будет передан на протяжении всей своей службы. Приглашенные ветераны поздравили призывников с выпавшей им честью стать защитниками своего Отечества, а также поделились с новобранцами личным опытом. Виссарион Владимирович Тихонов, разменявший в этом году 9-10 лет, рассказал будущим солдатам, какой была армия почти 60 лет назад. «Служил я, конечно, в Советской армии. В ракетных войсках стратегического назначения первая учебная боевая бригада была. Три года служили. Когда первый раз нам ракеты показали, для нас было это диво. 28 метров ракета, 165 сантиметров в диаметре. У нас шапки с голов падали». Ветеран сожалеет, что по новым законам срок службы в частях сокращен до одного года. По его мнению, этого времени слишком мало, чтобы стать бойцом. «Вот это очень жаль, потому что солдатам становится как минимум после второго года службы. А солдат третьего года уже службы самостоятельно может выполнять любую поставленную задачу уже с головой. Он может сам думать, сам решать. Уже задание выполнит непременно. А это один год службы, это пока их за руки надо водить». Среди молодежи нашлись те, кто согласен с таким мнением. «Выучить воинские обязанности не так сложно, я считаю. Но то, что сделали год, это все-таки минус, так как за год можно только втянуться в это, чтобы по-настоящему прочувствовать это все. Было бы достаточно два или три года даже». Призывники внимательно выслушали напутственные слова ветеранов и депутатов Курганской городской думы. Большинство из них отправки в армию ждут с нетерпением. Интересно проверить себя и свои силы. К разлуке с домом и семьей они относятся спокойно и отвечают просто «так нужно». Каждый новобранец получил памятные часы. Они напомнят ему, что дома ждут, а главная задача – с честью и достоинством отдать долг родине. Юлия Смородина, Евгения Волкова, Андрей Глазырин, Александр Карпов, информационное агентство Курганру.